Смотрите прямо сейчас в программе «Детали недели». Пока суд додела. Отвечаю всем. Что теперь ждет Гайзера и его команду? Водные процедуры. Почему природа все чаще напоминает о необходимости ливневой канализации? И врачебные будни. Мы забрались инструментами непосредственно в эту веточку. С чем встречает свой праздник медицинское сообщество? Добрый вечер на телеканале «Юрген. Детали недели». О наиболее значимых событиях Евгений Стокас. Столица Коми чествовали медиков в преддверии их профессионального праздника, а заодно подвели итоги республиканских конкурсов. Были названы имена не только лучших врачей, но и специалистов со средним образованием. Победители определили в 27 номинациях. Ассоциация «Духовое общество» готова оказать нашей республике поддержку в оснащении музыкальных школ духовыми инструментами. Об этом на встречу с Сергеем Гапликовым в Сыктывкаре заявил президент Ассоциации Михаил Брызгалов. В этом году программа по оснащению вошла в число приоритетных мероприятий нацпроекта «Культура». Центр медицины «Катастроф» и «Скорую помощь» решено объединить. По словам министра здравоохранения Дмитрия Березина, это нужно, чтобы службы оперативно реагировали на возможные ЧП и качественно оказывали первую помощь пострадавшим. Суд вынес вердикт по делу лавочников из Удары. В феврале на сельских бизнесменов завели уголовные дела за торговлю фальсификатами, но они еще до суда оплатили материальный ущерб известным фирмам. Арбитражный суд Коми отказал прокуратуре в иске. Не стало голоса Инты. Так называли Наталью Кретову. Она с самого начала и долгое время работала в приполярном городе диктором местного радио. Первой сообщала о том, чем живет Инта, вдохновляла на трудовые подвиги, подмечала то, как меняется и растет угольный край. Нейрохирурги Коми впервые провели эндоскопию головного мозга при гидроцефалии или водянке. Это операция, сложность которой в том, что даже одна капля крови полностью перекрывает хирургам обзор, поэтому проводить ее нужно бескровно. Интауголь снова признана банкротом. В отношении предприятия введено конкурсное производство. Такое решение принял арбитражный суд Коми. Срок ликвидации компании, если в рамках определенных этапов не появится план спасения, составит в этот раз всего 5 месяцев. Депутаты решили перенести обсуждение вопроса по законопроекту, запрещающему возить мусор из-за пределов Коми для захоронения, на сентябрь. Межфракционной группе понадобится время, чтобы доработать будущий документ с учетом замечаний и предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения. Наиболее заметное событие недели – форум местный, который прошел в Сыктывкаре и собрал более 200 участников. Журналистов со всей республики, федеральных экспертов. Всем им представилась возможность лично поговорить с главой Коми Сергеем Гапликовым и задать в том числе не самые удобные вопросы. Максим Васильев о том, что было сказано. Главные редакторы на медиафоруме – люди заинтересованы. Именно они определяют нынешнюю повестку журналистской среды, именно они ищут ответы на все злободневные вопросы. Конечно, глава республики – интервьюер номер один. Сергей Гапликов впервые прокомментировал, пожалуй, самую резонансную на сегодня тему – строительство мусорного полигона в местечке Шиес в Архангельской области. Мы за законность. Это в первую очередь. Должны быть соблюдены все нормы закона, в частности, градостроительного кодекса. Там все прописано. Как начинается проект, как он сопровождается, как он движется, какие действия должен предпринять заказчик, что он должен сделать, как он должен организовать ту или иную общественную процедуру и так далее. Ну, понятно, что до определенного момента не все было сделано правильно. Поэтому возникли определенные кривотолки, домыслы, суждения. Мы, конечно, обеспокоены, озабочены экологическим состоянием, которое должно быть абсолютно в рамках существующих норм. Безопасность жителей – это развитая инфраструктура. Больницы, детские сады, школы и аэропорты. Мегапроект по возрождению Соколовки сегодня фактически без событий, но Сергей Гапликов развеял все слухи и сомнения. Много болтаешь – меньше доверия. Вот здесь я точно не сторонник такой позиции. Но могу сказать, что работа ведется, активная. Все соответствующие исследования, которые требовались по соответствующей площадке аэропорта Соколовка, проведены. Они включены в соответствующую стратегию. Пока на сегодняшний день отрицательной реакции ни у кого нет. Я считаю, что это один из перспективнейших проектов. Более того, аэропорт, как вы знаете, коммерческая структура, будет вкладывать свои деньги. Поэтому просто так они вкладывать их не будут. Они очень скрупулезно излучают все возможности. Но то, что наш аэропорт привлекательный для этой структуры, это очевидно. А вот кому точно повезло, так это усинцам. В этом году им отремонтируют взлетку. Сумма на ремонт от нефтяников идентична. То, что потратили на Ухтинский аэродром. На два года были выделены и в соглашении подписано 500 миллионов. В этом году будет отремонтирована взлетно-посадочная полоса. В мае контракт подписан. Работы начнутся в конце июня. А в следующем году, естественно, рулежка, перронная часть и само здание. Перспектива региона – один из ключевых вопросов. Глава Коми в продолжении этого тезиса привел статистику инвестиций. Не все глубоко понимают роли места республики Коми в развитии страны. Это я вам очевидно и авторитетно заявляю. Поэтому, конечно, когда планы, усилия и все, что с этим связано, нужно разрабатывать, формировать, конечно, это должны быть серьезные капиталовложения. Значит, эти серьезные капиталовложения, конечно, очевидно, формируются только тогда, когда возникает определенная стратегия развития, увлечения территорий, определенный процесс. Мы за это бьемся. И как раз я не зря сегодня назвал стратегию пространственного развития. Мы доказываем, что сегодня республика Коми – очевидно, логистический узел, без которого невозможно дальнейшее развитие, в частности, Арктики. В республике Коми одномоментно сейчас реализуется 44 инвестиционных проекта на общую сумму 990 миллиардов рублей, почти триллион. Как вы думаете, не в перспективную территорию инвестор будет вкладывать такие деньги? Думаю, что нет. Но уже я не говорю, сколько мы там трансфертов, сейчас субсидий, дотаций получаем из федерального бюджета, как будет финансироваться в структуре софинансирование, так сказать, средств национальные проекты из федерального бюджета. Это все исключительно подтверждает, что у республики Коми очень хорошие перспективы. Еще одна важная мегастройка – реконструкция центрального республиканского стадиона к чемпионату мира по бенде в 2021 году. Даже после того, как Международная федерация хоккея с мячом пошла на уступки и разрешила арену не строить заново, а реконструировать, плюс сместила сроки проведения чемпионата, решения вопроса проще не стало. На сегодняшней, на первой стадии мы завершаем проектные разработки. Ну, полагаю, что в августе месяце начнем разбирать восточную трибуну. Думаю, что будет так. Но это опять же, еще раз говорю, при благосклонном стечении обстоятельств, при нормальной отработке всех внесенных изменений в 44-й ФСЗ, мы, безусловно, стараемся ускорить все соответствующие процедуры и процессы. Да, мы уже проговорили со многими возможными участниками, не все готовы, потому что очень сложный процесс, связанный с реконструкцией. Построить заново гораздо легче, чем сделать качественную реконструкцию. Финансо-экономическая оценка инвестиционного проекта – 1,7 миллиарда рублей. Спасибо. Это реконструкция стадиона, поверьте, новая, ибо обошелся миллиардов в 9. И все-таки отменять чемпионат мира по хоккей с мячом мы точно не намерены. А тезис «все успеем» вполне себе может стать новым хэштегом. У Сергея Габликова, по крайней мере, опасений в обратном сегодня нет. Один из вопросов, который прозвучал в главе, касался состояния ливневой системы водоотведения. В том же Сыктывкаре она, очевидно, сейчас требует значительных вложений, а пока не справляется с обильными осадками. Ольга Коняева разбиралась в теме. Мощный поток воды – град. За один день в конце мая в Сыктывкаре выпало больше месячной нормы осадков. 9 июня побито сразу два рекорда. Перекрыта максимальная температура и количество вылитого небом дождя. Просто страшный ливень. Это просто жесть. Это, конечно, природные аномалии, но для нашей территории вполне объяснимые. Мы живем в зоне избыточного увлажнения, говорят синоптики. И повторяемость ливней не увеличивается. Это не только для нашей территории, а для всего северо-запада циклоны определяют погоду. Циклоны в летний период, вот смотрите, жара на юге блокировал антициклоны. Все циклоны пошли через нашу территорию. И, конечно, и в 70-е, и в 80-е, конечно, такие дожди были. Самым дождливым в истории метеонаблюдений в столице остается июнь 93-го. Циклоны тогда шли нескончаемой чередой. И подтопления в городе тоже были, правда, не таких масштабов. Они стали появляться вместе с асфальтированными дорогами, когда прекратился естественный отток воды. А построенная система ливневой канализации изначально не была рассчитана на аномалии. Моего личного участия, когда я был во главе города, не пришлось применять, потому что ливнёки были и до меня. Единственное, я выполнил тот совет, который мне дали мои предшественники. Это зимой не сыпать много песка, несмотря на то, что есть большой риск, что население города начнет падать на попу и ломать руки-ноги. Песок, вещь остается, уходит в ливневке, забивает ее, и ливневка перестает работать. И второе – следить за дорожниками. Во время асфальтирования дорог, дорожники не очень любят делать какие-то лишние работы, поэтому закатывают все, что ложится под каток. Есть в Коме-Венеции места, где наводнение – дело уже привычное. И все знают, что, например, на колхозной в Сыктывкаре в дождь лучше не появляться. Пешеходы – по колено, машины – по самый капот. Вот водители еще с помощью граблей потеряны в пучине номерной знак. Вышел, открыл люк, вытащил. Там он весь забитый. Постоянно здесь лужи. Как ни дождь, всегда такая лужа здесь. Про чистку ничего не знаю. Но мне кажется, сколько лет не работала эта ливневая канализация, по-моему, до сих пор осталась. После каждого дождя лужа там. Но в этом году во власти стихии оказались даже центральные улицы Сыктывкара. В чем же дело? Существующая система ливневой канализации в Сыктывкаре построена еще в 70-х. Это 3000 ревизионных колодцев и 75 километров инженерных коммуникаций. С тех пор город значительно вырос. И даже ремонт и очистка ливневок не помогают. К тому же часто место сливы находятся в таком месте, что вода сюда физически не попадает. В целом, проблема актуальна для всей России. Такие у нас технологии строительства. Вот и в Москве после дождя на отдельных улицах бродни не помешают. Ничего так уровень. В середине до колена, наверное. О, скачивают воду. В некоторых странах лужи явления небывалые. В Германии, Швейцарии, например, все проезжие части улиц сделаны с уклоном, одно- или двусторонним. Асфальт выложен не на всю ширину покрытия. У бордюра плитка, образующая каналы для слива в ливневку. Ну и чистят систему, в том числе и трубы, по несколько раз в год. Специальные службы. А еще наши зарубежные партнеры давно отказались от песка. Зимой им дороги там не посыпают. Обыкновенный тротуар. И вот здесь тоже ливневые стоки. Вопрос о ливневках в Коми стороной не обходят. На медиафоруме местной глава региона пояснил. Для реконструкции системы потребуется очень значительная сумма в несколько годовых бюджетов города. Это с учетом биологических отчистных сооружений. Чтобы грязь вместе со сточными водами не попала в реку. Работа, конечно, не на один год. Но без нее нам придется регулярно повторять известное при пыли. Сейчас короткая реклама, после которой мы продолжим. В понедельник республика услышала приговор двум ее бывшим главам, Вячеславу Гайзеру и Владимиру Торлопову. Следствие вменяло им организацию преступного сообщества, мошенничество и отмывание денег, а еще получение многомиллионных взяток. Гособвинение просило суд изолировать основных фигурантов дела на 20 лет от общества. Но сенсационный приговор уменьшил срок вдвое, убрав главный пункт обвинения создания организованного преступного сообщества. Из Москвы передает Эдуард Бушуев. Данное преступное сообщество отличалось масштабностью своей деятельности, выраженной межрегиональным и международным характером преступных действий ее участников, а также иерархическим построением преступной организации и отработанной системой конспирации и защиты от правоохранительных органов. Тихая суббота 19 сентября 2015 года взорвалась информационной бомбой на всех федеральных телеканалах о задержании в коме преступной организации во главе с верхушкой всего регионального руководства. Жители республики, которые на предыдущих выборах отдали Гайзеру 80% своих голосов, не могли в одночасье осознать, что они доверились, оказывается, коррупционеру и казнокраду. Меж тем, в официальном пресс-релизе Следственного комитета сообщалось, что при обыске у фигурантов дела изъяли 150 часов стоимостью от 30 тысяч до миллиона долларов США и 60 килограммов ювелирных изделий. На оперативном видео, кроме элитных хронографов, были показаны драгоценные запонки, золотая ручка, почти как у сахалинского губернатора Хорошавина, и некий сейф с необозначенной суммой денег, а еще документы на приобретение самолетов. Хотя позже выяснилось, что все эти богатства Гайзеру не принадлежат, а его коллекции часов не дороже 30 тысяч долларов. Предоставленную ключом скрываем. Ключ подходит. Сейф открыт. Сначала по уголовному делу привлекли 19 человек, в том числе Вячеслава Гайзера, его первого зама Алексея Чернова, спикера госсовета Игоря Ковзеля, первого вице-премьера Константина Ромоданова, экс-сенатора Евгения Самойлова, авторитетного сахтывкарского бизнесмена Валерия Веселова и большой список так называемых финансистов-технологов и иных порученцев. Через год перечень фигурантов сократился на три фамилии, но зато там появился еще один экс-губернатор Владимир Торлопов, пришедший к власти в 2001 году при протекции бизнесмена Александра Зарубина, предполагаемого главаря группировки, объявленного потом в международный розыск. Схема вывода средств, по версии следствия, была до банальности проста. Фонд поддержки инвестиционных проектов под руководством Игоря Кудинова забирал в управление самые ликвидные госкомпании. Те получали финансовую поддержку на развитие, а затем путем фиктивных схем эти активы вводили подконтрольные офшорные компании. Прибыль делили. В 2010 году ими была организована приватизация птицефабрики «Зеленская». Затем в результате мошеннических действий акции этого предприятия перешли подконтрольному им юридическому лицу. В целях легализации дивидендов акционерного общества на сумму порядка 1 миллиарда рублей соучастники провели ряд сделок с этими деньгами. В итоге республике Коми был причинен ущерб на сумму 3,5 миллиардов рублей. Выяснилось также, что фонд выкупил участников Сыктывкарский промышленный комбинат, умышленно переплатив при сделке 67 миллионов рублей. Кроме мошенничества с госкомпаниями, Гайзеру и другим фигурантам, вменяли еще и взятки. Например, с 2009 по 2015 годы за назначение Александра Сердитова директором Сыктывкарского ликероводочного завода фигуранты по подсчетам силовиков получили 36 миллионов рублей. Для получения этих сумм руководителю СЛВЗ пришлось даже придумывать схему хищения на предприятии на закупках, пробок и стеклотары. В результате приобретения у данных аффилированных контрагентов по завышенной стоимости вот этих комплектующих колокольной продукции образовывалась у контрагентов определенная завышенная прибыль, часть которой они делились с Сердитовым. А последний уже передавал данную прибыль высокопоставленным должностным лицам республики, в отношении которых расследует Следственным комитетом РФ уголовное дело. Еще одна взятка в виде 50% доли в основном капитале компании-собственника отеля «Авалон» рыночной стоимостью в 160 миллионов рублей. По сути, гостиница тогда перешла под управление первого замглавы Алексея Чернова, хотя в этой коррупционной сделке, по версии следствия, кроме него участвовали Гайзер, Рамаданов, Ковзель и Наталья Маторина. Активы принадлежали до этого Евгению Самойлову. В 2007 году он подружился с властями КОМИ, которые неофициально называли себя «ЗАО РК». В итоге он при их поддержке сначала стал депутатом Госдумы, а затем и сенатором в Совете Федерации. Реализовал в республике прибыльные бизнес-проекты и при таком высоком покровительстве вел себя весьма варяжно. В 2013-м Самойлов с властями расссорился. Дружеские отношения сошли на нет. Наверное, именно поэтому экс-сенатор одним из первых дал показания на так называемую ОПС Гайзера. За это его вообще освободили от уголовной ответственности. Еще один фигурант, Константин Рамаданов, по данным силовиков, был казначеем группировки, контролировал ее доходы и расходы. Он тоже стал сотрудничать со следствием и изобличил бывших подельников. Его дело рассмотрели отдельно от остальных. Дали 7 лет строгого режима и штраф в 170 миллионов рублей. Рамаданов сообщил о структуре преступного сообщества, составе его подразделения, распределении функций между ними. Им даны последовательные и подтвержденные другими доказательствами по делу показаний, освоируют по контролю за опасностью преступного сообщества. Дал изобличающие показания на других фигурантов и экс-глава КОМИ Владимир Торлопов. За это его отпустили под домашний арест. Но на скамье подсудимых в конце 2017 года он сел вместе с остальными, отчего был сильно расстроен. Просил не лишать его свободы. Вячеслав Гайзер изначально настаивал на своей невиновности. По его утверждению, никакой ОПС во главе с Зарубиным не было. Он все делал для развития республики, а не расхищения ее богатств. Заявил о давлении следствия на свидетелей и фигурантов. Я круглосуточно слушал по радио сказки господина Маркина о каких-то своих несуществующих богатствах, о международном якобы характере преступной деятельности Гайзера, нарушив 49-ю статью Конституции Российской Федерации о презумпции невиновности, не имея на то решение суда, вели меня и моих сотоварищей по несчастью преступниками и казнокрадами. Введя в заблуждение и президента нашей страны, и общественной страны. 10 июня, в день оглашения приговора Гайзеру и его команде, в Замоскворецком районном суде был аншлаг. Настроение у большинства подсудимых приподнятое. Хотя для большинства из них прокурор потребовал по 17 лет колонии. Для Чернова 20, а для Гайзера 21 год за решеткой. Слава Михайлович, Михаил Юрьевич, здравствуйте. Какие ожидания от процесса? Неизвестный Юрьевич, а то я подключил. Послушаем. В маленьком зале прессе места не хватило. Остались только участники процесса и родственники подсудимых. В атаку журналистов разделили на две группы. За приговором они следили по мониторам. Учитывая объем уголовного дела, по предварительной оценке одного из адвокатов, оглашение приговора могло затянуться до 10 дней. По самым оптимистичным прогнозам судебных репортеров, на это могло уйти 3-4 дня. Практически все съемочные группы уехали сразу. И зря. Буквально через пару часов судья вынесла ошеломительный вердикт. Причем дело тут даже не в скорости, а в сути решения. Коллегия судей посчитала, что улик для организованного преступного сообщества следствие предоставило недостаточно. И оправдала по этой самой тяжкой статье всех фигурантов. Трое подсудимых получили условное лишение свободы. Отпустили из-под стражи в зале суда и Льва Алибинзона, бывшего порученца Александра Зарубина. Материалы по нему отправлены в Генеральную прокуратуру для устранения неких недостатков, препятствующих рассмотрению дела. Так что впереди у него, видимо, повторный процесс. Было очевидно на самом деле, и очевидно это было с самого начала, что он совершенно не причастен к тому, в чем обвиняют всех остальных. Поэтому, как бы, ну да, для меня ожидаемо. Но, конечно, не осознал до сих пор. Бывшему начальнику управления информацией правительства Павлу Марчуку, как и большинству фигурантов, за мошенничество дали по 6-7 лет колонии общего режима. Которые, кстати, должны вот-вот закончиться, ведь каждый день отбывания сроков в изоляторе идет за полтора при общем режиме. У Игоря Ковзеля, Алексея Чернова и Вячеслава Гайзера, кроме статьи по ОПС, сняли еще по одному из эпизодов. И все же именно Чернов и Гайзер получили самое суровое наказание за взятку, мошенничество и отмывание нелегальных доходов. Бывшему первому заму дали 9 лет, а его шефу 11 лет колонии строгого режима со штрафами в 160 миллионов рублей. Аресты на имущество оставлены до вступления приговора в силу и до удовлетворения гражданского иска, до обращения в заскание. А конфискации не было, хотя прокуратура просила полную конфискацию, конфискацию всего арестованного имущества. Вы не догадываете на это приговор? Ну, конечно, нет. Мы будем обжаловать, обжаловать и добиваться полного оправдания. Пока неизвестно, вступит ли в законную силу этот неожиданный для многих приговор или будет изменен. Ведь Константин Рамаданов уже понес наказание за то, в чем Гайзера и другие фигурантов, по сути, оправдали. Тем временем в Сыктывкарской колонии строгого режима номер 25, куда, возможно, этапируют осужденных, вчера презентовали новую систему перевоспитания на примере организованного кружка творческой самодеятельности. Вообще, система исполнения наказаний в последние годы серьезно трансформируется. Например, в прошлом году в Йемве появился исправительный центр, где вместо привычных камер обычное общежитие, а заключенная свободно ходит на работу в город и общается с родственниками. Любовь Лапина знает детали. За рулем трактора генеральный директор на пилораме специалист из местных жителей на подхвате осужденные. Такая картина на одной из частных пилорам в Йемве. Однажды, решив сотрудничать с участком колонии поселения номер 51, функционирующим как исправительный центр, местный предприниматель еще ни разу не пожалел. Будем еще однозначно не брать, потому что устраивает, во-первых, стабильность. Люди каждый день приходят на работу, выполняют то, что сказано, и уходят на больших условиях. Ни прокол, ни у диктов пьянок. По закону в исправительный центр попадают осужденные на принудительные работы и те, кому суд за определенные достижения в первоспитании в обычных колониях смягчил условия отбывания наказания. От работы здесь отказываться нельзя, да и нет желающих. Кроме деревообрабатывающего предприятия, рабочие руки нужны на животноводческих фермах и в жилищно-коммунальной сфере. Сама моя работа есть. Я утром ушел, вечером пришел, вот и день прошел. Хочешь немножко физически, там я сидел, ничего не делаешь. А здесь хоть немножко, я чувствую, уже тело мое не трапируется. Работникам из исправительного центра выплачивается заработная плата не менее минимального размера оплаты труда. Из нее производят все необходимые отчисления, наложенные судом. При этом большая часть денег остается у осужденного. На работу они выпускаются согласно разновидке, выводятся, то есть идет построение по согласованию с работодателями. У нас определено время выхода на работу, то есть с учетом того, сколько затрачивается времени на именно прибытие к месту работы, чтобы из опозданий пребывали. И в связи с этим происходит уже по распорядке дня, построен, так скажем, после утренней зарядки начинаются выходы на развод. На работу где-то некоторые уходят чуть-чуть раньше утренней зарядки, то есть зависит от того, сколько начинается рабочий день у работодателя согласно трудовому договору. На работу осужденные добираются сами, на автобусе или такси. А некоторых работодатели забирают прямо с крыльца исправительного центра. Обратно тоже своими силами, причем через магазин, где нужно еще закупить и продукты для предстоящего ужина. Его готовят по принципу студенческого общежития. На общей кухне кто-то один из жильцов комнаты. В каждой, к слову, проживает по четыре человека. Казенной едой кормят только вновь прибывших и только до первой зарплаты. Условия проживания осужденных решили проверить представители общественности. Первое, что им бросилось в глаза в жилых комнатах, это многочисленные электронные гаджеты, которые в обычных колониях запрещены. Я не ожидала, что такие хорошие условия создаются теперь для осужденных. Для меня было удивительным, опять же, то, что можно попасть в такое учреждение, в исправительный центр, не только по решению суда, но также и по ходатайству осужденных. Такое учреждение, исправительный центр, он является, конечно, хорошим стимулом для того, чтобы осужденные вели примерный образ жизни, чтобы они показывали себя с лучшей стороны, чтобы они стремились сюда попасть. Если на первом мужском этапе все комнаты уже заняты, на втором – женском – еще пусто. Здесь тот же свеженький ремонт, новая кухонная техника, блестящий кафель и сан-фаяс. А кухня по размерам кажется даже больше, чем у мужчин. И пока это все богатое убранство в ведении одной осужденной женщины, которая ранее отбывала наказание в Микуньской колонии. Я обучалась в ПТУ, получила профессию кочегара, была трудоустроена, нарушений не имела. Она выполняла требования администрации. Администрация с пониманием относится, там подойдешь с каким-либо вопросом или еще что-то. Все, решила все. Поддерживаю отношения с родственниками. Ну, очень много плюсов, потому что выходишь в город, где-то с людьми общаешься, разговариваешь. Я считаю, это очень, очень такое. Единственное желание Татьяны теперь получить работу. Во-первых, в исправительном центре без этого нельзя. Во-вторых, это все же возможность заработать. Нарушителей трудовой дисциплины в исправительном центре сначала ждет неминуемая отправка в камеру, а затем перевод в обычную колонию. Поэтому желающих оступиться и вернуться обратно за колючую проволоку здесь практически нет. Исправительный центр в Еве на 50 мест, пока первый в коме. Обустроили его на территории бывшего учебного центра УФСИН. До его открытия в ноябре прошлого года осужденных отправляли в соседние регионы страны. Сейчас-то проблема снята, но желающих попасть сюда меньше не становится. А потому уже сейчас руководство задумывается о расширении. Наказание без изоляции от общества, альтернативное лишение свободы, имеет широкий спектр своего применения на всей территории Российской Федерации, не только в Республике Коми. В настоящее время в УФСИН по Республике Коми прорабатывается вопрос расширения создания еще нескольких участков, функционирующих как исправительный центр. Наказание имеет место быть, потому что с учетом гуманизации в обществе это действенная мера, их вид наказания. Повсеместно в исправительных учреждениях остро стоит вопрос занятости осужденных. Сплошной листоповал кануло в лету, трудоустроено в среднем 30%. И хотя ФСИН пытается открыть новые производства, пока в целом эту проблему не решает. А потому исправцентр, где осужденные работают на обычных предприятиях, это выход. К тому же получить такую условную свободу до конца срока желают многие. И дело даже не в деньгах, домашнем питании или наличии гаджетов. Прежде всего люди, вставшие на путь исправления, могут без ограничений общаться со своими семьями. И тогда ожидание свободы покажется не таким томительным. Учреждения Вуктыла приняли активное участие в конкурсе социальных и культурных проектов компании «Лукойл». Скажем, клубно-спортивный комплекс приобрел на выигранный грант силовой многофункциональный тренажер, а еще экипировку для спортсменов-лыжников. Из Вуктыла материал Таиси Жаковой. Вуктыльский спортивный комплекс усовершенствовать свою материально-техническую базу возможности не упустил. Благодаря «Лукойлу» отныне здесь еще активнее развивают секции по пауэрлифтингу и зимнему палеотлону. Грант был выигран в 2018-м, а потому оборудование уже успели закупить и установить. Спортсмены-тяжелоатлеты не скрывают радости. С большим удовольствием пользуются новым тренажером. Вполне хороший тренажер. Хорошо, что он комплексный. Он с собой заменяет, как вы видите, сразу три тренажера и экономит место, то есть стало просторнее. Жизненно важный тренажер, кроссовер, без которого ни одна тренировка не обходится. Он многофункциональный, безопасный, что самое важное. И приносит радость моим клиентам и хорошие результаты. Лыжники пока не попробовали новую амуницию в деле. Только что купленные ботинки, крепления лыжи и палки ждут следующего сезона. Поэтому радость палеотлонистов еще впереди. Как впереди и участие вуктыльцев в новых грантовых проектах от Лукоила. Ведь это реальная возможность улучшить материально-техническую базу, развивать массовый спорт и поощрять увлеченных. В это воскресенье медицинское сообщество региона отмечает профессиональный праздник, который актуален, к слову, для 25 тысяч человек. Именно столько сейчас специалистов в отрасли. В канун праздника глава КОМИ поздравил их, вручил некоторым государственные награды и заверил, что медицина в республике и дальше будет развиваться. О том, с чем встречают врачи свой профессиональный праздник, Анна Зубарева. Здравоохранение республики – одна из крупнейших отраслей региона. Огромная территория с низкой транспортной доступностью, раскиданные на сотни километров населенные пункты, климатические особенности севера – все это обусловило создание в КОМИ развернутой и упорядоченной системы оказания медицинской помощи. Сеть учреждений здравоохранения сегодня насчитывает более 70 медицинских организаций, расположенных во всех уголках республики, где трудятся ежедневно, без выходных и праздников, 25 тысяч сотрудников. Врачи, медицинские сестры, фельдшеры, акушеры. Сегодня медикам удается добиваться положительных изменений в плане показателей здоровья населения. В первую очередь речь идет о сохраненных жизнях, а это невозможно без модернизации отрасли, которая идет сразу по нескольким направлениям. Подготовки специалистов, правильной маршрутизации и обновления оборудования – в этом задействованы абсолютно все – от Минздрава до районной поликлиники. В прошлом году семь муниципалитетов получили современное диагностическое оборудование – УЗИ-сканеры, маммографы, которые позволят вывести на новый уровень диагностику рака. Этот аппарат цифровой, он имеет более высокое разрешение, и также увеличена диагностика ранних, раннее выявление злокачественного образования молочной железы. В региональной клинической больнице, благодаря современному ангиографу, медики теперь могут замахнуться на то, на что могли решиться только специалисты крупных федеральных центров. Здесь же врачи-хирурги освоили новый метод борьбы с онкологией – химия, эмболизацию злокачественных образований. Мы забрались инструментами непосредственно в эту веточку, которая несет кровь к опухоли, и ввели туда эмболизирующий материал с химиопрепаратом. Ну и, собственно говоря, на фоне воздействия этого препарата у нас клетки опухолей будут отмирать. Еще один прорыв в медицине. Наши нейрохирурги совсем недавно при помощи нового оборудования для нейромониторинга провели буквально ювелирную операцию. Удалили сложную стволовую опухоль головного мозга, при этом не повредив ни один соседний нерв. Позволяет избежать дальше инвалидизации пациента, ну и улучшить качество жизни. До 2018-м же в Сыктывкаре началось долгожданное строительство стационара радиологического корпуса онкодиспансера на 63 койки. По срокам работы должны быть завершены в 2020 году. И тогда помощь будет доступна не только жителям региона. Принимать пациентов будут в том числе и с соседних областей. Это современное строительство, это современное помещение. Да, будет удобно и врачам-радиологам, радиотерапевтам, медицинским физикам. Активно обдавляется автопарк скорой помощи. В 2018-м 11 муниципальных образований КОМИ получили 13 новых автомобилей, купленных на средства федерального центра. А в Ухте появился первый передвижной медицинский комплекс. До конца 2020 года будут приобретены еще 23 таких поликлиник на колесах. Выезжаем в сезон, когда мы проводим иммунизацию. И вот эта вот передвижная амбулатория сейчас для нас это огромное подспорье. То есть все акции выездные, да. Та же самая иммунизация, которую мы проводили в этом году в реанимобиле, да. То есть в амбулатории это и комфортно, и просторно, и мы можем сразу и забор анализов, и врача-специалиста посадить, который будет смотреть этих пациентов. То есть это вообще будет очень здорово. В медицинских учреждениях продолжают внедряться бережливые технологии. Федеральный проект в полном объеме реализован в Ухтинской детской больнице и центральной поликлинике Сыктывкара. Кроме того, технологии бережливого производства появились еще в девяти медицинских учреждениях. Не только городских, но и сельских. Сегодня мы увидели, насколько успешен оказался проект. Мы видим, насколько он даже превзошел ожидания в плане того, что те вопросы информатизации, которые были изначально заложены, Марату Кутусовичу удалось превысить. Пристальное внимание уделяется развитию первичной медицинской помощи на селе. Так, в районах республики за год было введено четыре фельдшерско-акушерских пункта. В современных зданиях есть все условия для комфортной работы медиков. Качественная первичная медицинская помощь теперь доступна жителям поселка Луговой Печорского района. В поселении открыли новый модульный ФАП. Кабинет для приема, процедурный кабинет, то есть проводим профилактические прививки, принимаем детей, взрослых. Программа «Земский доктор» успешно помогает решить кадровый голод на селе. Благодаря этому проекту в 2018 году ряды медиков в сельских районах пополнили 30 врачей в рамках программы «Земский доктор» и еще 6 фельдшеров по программе «Земский фельдшер». Кроме того, в республику едут специалисты с опытом из других регионов России, Украины, Таджикистана. В Сосногорске, например, в этом году к работе приступили 4 медика. Это доктора, которые и кардиолог, и доктор-реаниматолог, терапевт, педиатр. То есть это очень значимое для нас обеспечение кадрового вопроса. Сегодня перед отраслью стоят новые задачи. Реализация 9 региональных программ в рамках нацпроектов здравоохранения и демографии. За их исполнение отвечает Министерство здравоохранения коми. Главная цель – всегда быть на страже здоровья. Задачи стоят амбициозные, но абсолютно выполнимые. Такими были детали этой недели. Увидимся на следующей. До встречи.